Друзья, привет! Вот сижу сейчас вечером и занимаюсь одним полезным делом. И подумала, может и вам пригодится. Вот, что я делаю? Коробку вот насушила трав я летом и беру их, ломаю на чай. Вот получается, смотрите, настоящий травяной чай получается. Вот такой красивый. Какой составчик здесь у меня? Ну, конечно же, зверобой. Ну, конечно, зверобой. Куда без него? Он все органы приводит в порядок. А если органы будут в порядке, значит, будет и иммунитет. А иммунитет, значит, будет здоровье и адаптация к простудным заболеваниям. Одно вытекает из другого. Все взаимосвязано в жизни. А что касается здоровья, так это на 100% взаимосвязано. Значит, зверобойчик. Донник полевой. Вот он, красавчик. Полевой донник. Разжижает кровь. Если идет разжижение крови, значит, повышается работа сердечно-сосудистой системы. Повышается, укрепляется, устанавливается кровообращение, давление. Естественно, естественно, вот такая нормализация этих органов делает больше защиту от простудных заболеваний. Ну, все взаимосвязано. Донник обязательно. Вот. Потом, что у меня здесь еще? У меня видео было. Морковь. Дикая морковь. Какой запах, ребята? Это красочнее моркови, а я не знаю, в 10 раз аромат идет от этой моркови. А когда завариваешь, это на всю квартиру. Ароматы гладиолусов. Вот. Дикая морковь. Сюда же в состав. Обязательно. Витамин А. Для глаз. У меня в видео есть. Ну, естественно, и для укрепления иммунитета. Морковочка идет. Тысячелистник обязательно. Где он? Сейчас посмотрим. Это я сушила летом. Травка высушенная, добротная. И она сама ломается. Смотрите, вот на дне уже готовый травяной чай. Посыпалась трава, вот, смотрите. Готовый травяной чай. Я лишь хочу оставшиеся большие грозди травы доломать. Вот. Я дальше покажу, что я делаю. Тысячелистник. Всем известный. Он очень подходит зверобою. Вот. Тысячелистник и зверобой. Это золотая пара. Тысячелистник. У меня есть другие сборы. Но я хочу рассказать о сборе, который именно идет для укрепления иммунитета. И великолепный чай ароматный получается. Вкусный, ароматный. Я еще добавляю сахар. Конечно, лучше без сахара. Я не могу пить без сахара. Вот я пью горячим напитком, еще и сахар добавляю. Получается такой чаек, настоящий чай, сладкий, еще что-нибудь из кондитерки. Ну, я люблю такие вещи. Главное, не злоупотреблять. Иногда можно. Вот. И когда я поломала, вот, смотрите, вот такой чаек получается, сбор. Чай, натуральный чай травяной. Вот, смотрите, ломается очень легко. Высушено правильно. Смотрите, какие яркие цвета. Смотрите. Смотрите, какой донник. Смотрите, он как живой. Как летом. Какие цвета травки должны быть. Правильно высушенные. Вот, смотрите, я как роса. Тут мне корица помогает. Кори, кори. Корюшка, она запахи пришла, да, натуральные. Собачек лечат тоже травками. Да, моя гразавица. Собачек лечат травками. Если что-нибудь с желудком, там, почечки. Лечат у собачек такие же заболевания, как и людей. И ветеринары советуют после инъекций дать собачке травяной чаек. Ну, не один раз, конечно, тоже курсом надо попринимать. Иначе никакого эффекта не будет. Вот. И затем я слаживаю в стеклянные банки. И ставлю недалеко, чтобы было на глазах. Потому что, когда стоит не на глазах, мы забываем. А когда вот так вот стоит на столе банка с травами, вот. Обязательно заваришь чай. Ставьте где-то рядом. Не прячьте в харчевник там или навесные в шкафы. А поставьте рядом баночку. Иначе будете забывать. Лучше быстрее чайок сделать пакетизированный. Или тоже кофе. А не чай из состава трав. Вот. Значит, ставим на глаза. И будем здоровы. Дай вам Бог здоровья, счастья, любви и удачи. А удача зависит от нас. Пока, мои дорогие. Пока. Будьте здоровы.